Барды Новой России Барды успешно выступали в предвыборной кампании и на самих выборах президента России 2018 года, формируя образ сильной России, счастливого народа, успешной страны. За последние десятилетия мы забыли корни. Жалко, что только 1% интересуется культурой. Ты на этом и должна, понимаете, значит мы чем-то не дорабатываем. А это чрезвычайно важная сфера деятельности, потому что одна и самая важная. Что в этом мы с нами. Наша идентификация здесь, в нашей культуре. Я не поддержать решил Путина, а я с ним в одной команде. Все, что он делает, мне понятно. И я вижу, что страна поднимается из той ямы, в которую мы были вернуты, даже еще до развала Советского Союза. Я же не дурак. Я тоже видел, что творилось в 80-х годах. Мы решили создать образ президента сильной России, способного осуществить социальные преобразования внутри страны, которые способствуют материальному и духовному культурному процветанию и росту. А также образ народа, способного воплотить эти преобразования в жизнь. Вы знаете, это исторический момент. В вашем городе те люди, которые стояли у истоков вот этого дальневосточного гектара. Ксения Чемилис, Сергей Короленко, Олеся Ладна. Они были в трех автопробегах, которые шли с лозунгом «Хватит ругать, давай помогать». И доехали до Госдумы аппарата президента. И донесли идею закона о родовых поместьях. Не будешь заниматься политикой, политика займется тобой. Сейчас мы проехали от Москвы до Владивостока. Фактически все на запуте. Мы вместе с Путиным народом нашим дружным Идем на выборы для счастлив всех людей, Который год в ответе он за всю отчистку, За красоту лицом, лугом, озером морей. И есть мечта у нас заветная большая, Что превратить планету в дух ведущих садов. Мы президенту в этом не помогаем, Клечо поставим, как в народе говорят. Живем мы в городах и в радовых поместьях, Живую родину мы строим на века. И государство укрепим делами вместе. Живущей будет и счастливой вся земля.